Предисловие. Итак, наконец-то найдено волшебное лекарство, которого ждали все курильщики. Мгновенное. Эффективное и для заядлых курильщиков. Бессильных мук отвыкания. Без напряжения силы воли. Без шоковой терапии. Не требующая вспомогательных средств и хитроумных уловок. Не ведущая к набиранию веса. Долговременная. Если вы курильщик, все, что вы должны сделать, читать. Если вы не курящий и покупаете книгу для тех, кого любите, все, что вы должны сделать, это убедить их прочитать ее. Если вы не сможете их убедить, тогда прочтите ее сами. А последняя глава посоветует, как вы сможете донести до близких основную идею книги, а также как удержать от курения ваших детей. Не обманывайтесь тем, что сейчас они ненавидят курение. Все дети ненавидят его, пока не пристрастятся сами. В издательстве «Добрая книга» опубликована моя книга «Как помочь подростку бросить курить». Предупреждение. Возможно, вы немного побаиваетесь читать эту книгу. Может быть, сама мысль «бросить курить» приводит вас, как и большинство курильщиков, в ужас, и хотя вы твердо решили в один прекрасный день бросить курить, этот день точно не сегодня. Если вы ждете, что я стану рассказывать вам об ужасном риске для здоровья, которому подвергаются курильщики, или о том, что за долгие годы курения они тратят на это целое состояние, или о том, что курение – это вульгарная, отвратительная привычка, а сами вы – глупый, безвольный тюфяк, то я должен разочаровать вас. Подобная тактика ни разу не помогла бросить курить мне самому, а если бы она могла помочь вам, вы бы уже давно бросили. Мой способ, который в дальнейшем я буду называть «легкий способ», действует совсем по-другому. Возможно, вам будет трудно поверить в кое-что из того, о чем я собираюсь говорить. Однако к тому моменту, когда вы прочтете эту книгу, вы не только поверите в это, но даже будете недоумевать, как это вам когда-то настолько запудрили мозги, что вы верили во что-то другое. Существует расхожее заблуждение о том, что мы сами делаем этот выбор – курить. Курильщики решают стать курильщиками не в большей степени, чем алкоголики – стать алкоголиками, а наркоманы, колющиеся героином – стать наркоманами. Да, правда, мы решили закурить свои первые пробные сигареты. Время от времени я решаю сходить в кино, но, конечно же, не принимаю решения провести всю жизнь в кинотеатре. Пожалуйста, оглянитесь на свою жизнь. Принимали ли вы когда-нибудь сознательное решение, что в определенные моменты жизни не сможете получать наслаждение от обеда или встречи с друзьями, не закурив? А что вы не сможете сосредоточиться или справиться со стрессом без сигареты? На каком этапе жизни вы решили, что сигареты нужны вам не только для светских встреч, но что необходимо иметь их в кармане постоянно, или иначе вы будете чувствовать себя неуверенно и даже впадать в панику. Вас, как и любого другого курильщика, заманили в самую страшную и хитроумную ловушку, которую изобрели вместе человек и природа. На планете нет ни одного родителя, неважно, курильщика или некурящего, которому понравится сама идея курения его детей. Это значит, что все курильщики сожалеют о том, что когда-то начали курить. До того, как пристраститься к курению, никто не нуждается в сигаретах, чтобы получать удовольствие от еды или справляться со стрессом. В то же время все курильщики хотят продолжить курить. Никто не может заставить вас закурить сознательно или бессознательно, мы принимаем это решение сами. Если бы существовала волшебная кнопка, нажав на которую курильщики могли бы проснуться на следующее утро, как если бы они никогда не закуривали свою первую сигарету, тогда единственными курильщиками на земле остались бы подростки, пребывающие еще на стадии эксперимента. Единственное, что удерживает нас от того, чтобы бросить курить – страх. Страх, что на пути к свободе нам предстоит пережить неопределенно долгий период страданий, лишений и неудовлетворенных желаний. Страх, что без сигареты, без этой небольшой опоры никогда уже ни еда, ни встреча с друзьями не принесут нам удовольствия. Страх, что мы никогда не сможем сосредоточиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok